Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами компания Научно-производственный центр дирекализации и здоровья и врач-кинетик, кандидат медицинских наук Собурова Ирина Юрьевна. Продолжаем с вами знакомиться с продукцией нашей компании и поговорим сегодня о продукте, которая называется АктиМэн. Как обычно, перед тем, как подойти к продукту, мы поговорим с вами о проблеме, которая привела к созданию этого продукта и которую он решает своим появлением. И поговорим мы с вами о органах мочеполовой сферы у мужчин. Какие тут подводные камни, что им угрожает и что мы можем скорректировать, а что самостоятельно не можем. Итак, мочеполовая система у мужчин делится на две большие группы. Это мочеводелительная система и репродуктивная. Мочеводелительная отвечает за удаление из организма излишней жидкости и состоит из мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Репродуктивная система направлена на определение, на решение вопросов размножения. Состоит из полового органа, мошонки, предстательной железы и семенных пузырьков. Всегда, в принципе, и врачи, и мы с вами сейчас говорим об мочеполовой системе. То есть не разделяя эти две системы между собой. Хотя они призваны решать совершенно разные функции, но их совместное расположение и тесная функциональная и органическая связь приводят к тому, что любые нарушения в одной из систем мгновенно переходят на другую и нарушают работу другой системы. Поэтому всегда говорят о совместной мочеполовой системе, а также об их патологии. Какие могут быть причины возникновения заболеваний? Их делят на две большие крупные группы. Это инфекционные заболевания или инфекционные причины и неинфекционные причины. Инфекциями здесь могут быть любые как бактерии, так вирусы, так и грибки. И чаще всего это инфекции, передающиеся половым путем. Их большая доля в инфекционных заболеваниях мочеполовой сферы у мужчин. И происхождение самое различное. Неинфекционные причины чаще всего делятся внутри себя на две большие группы. То есть это нарушение кровотока и это интоксикация. И все, что к ней приводит. Все, что приводит к застою крови в органах малого таза. Это и механические травмы, это и частое переохлаждение, это и стресс, малоподвижный образ жизни, ожирение. А также все, что приводит к сильному токсическому воздействию на половую систему. Это различные неблагоприятные экологические факторы, вредные привычки, профессиональные вредности и несбалансированное неправильное питание. Все эти факторы, как горстой крови в органах малого таза, так и инфекционное воздействие окружающей среды усиливаются с возрастом. Поэтому фактором риска мы здесь ставим возраст старше 50 лет. Итак, заболевания у нас есть инфекционные и неинфекционные. И как следствие, дальше у нас процесс протекает либо как воспалительный, либо как невоспалительный или плюс кальций. К воспалительному процессу относятся простатит. Это воспаление предстательной железы. И оно представляет собой наиболее частое заболевание мочеполовой спиры у мужчин. Поскольку воспалительным агентом, вызывающим воспаление, все-таки и теология, это чаще всего инфекционная, все-таки инфекции, как раз те самые инфекции, передающиеся половым путем, чаще всего ответственны за это заболевание, то поражает она чаще мужчин детородного возраста, от 25 до 50 лет. И по современным статистическим данным разброс большой, но тем не менее от 30 до 85% мужчин в возрасте старше 30 лет перенесли это заболевание. К симптомам простатита относятся более затрудненное и болезненное мочеиспускание, а также сексуальные расстройства. Невоспалительными заболеваниями предстательной железы являются аденома и рак. Как и почему они развиваются и почему на них так сильно влияет именно нарушение кровотока в органах малого танка и интоксикация. Дело в том, что у мужчин за развитие половых органов, за их рост внутренних клеток, дифференцировку, функционирование отвечают два гормона – тестостерон и дегидротестостерон. И второй гормон дегидротестостерон, он чрезвычайно активен, и он стимулирует клетки к росту, к активному росту, размножению и пролиферации. А вот с дифференцировкой там всё несколько хуже. И когда возникает гипоксия, связанная с нарушением кровотока или интоксикационными воздействиями, этого активного гормона становится гораздо больше, чем тестостерона. И он провоцирует пролиферацию клеток простаты. И вот и появляется гиперплазия или аденома. Предстательные железы разрастаются где-то в виде узлов, где-то в виде астромальной просто ткани, увеличения объёма. Появляется вот такая гиперплюс ткань. Опять-таки по статистическим данным, половина, то есть 50% мужчин в возрасте 5-10 лет страдают этим заболеванием. И мужчины в возрасте 70-80 лет, ну 90%, это практически из 10-9. Очень большой процент. Симптомы, это могут быть болевые ощущения, затрудённое мочеиспускание и кровь в моче. Однако многие аденомы могут протекать совершенно бессимптомно. И мужчина может даже и не подозревать о существовании у него такого заболевания. Несмотря на то, что опухоль доброкачественная, но она может трансформироваться и в злокачественную опухоль, если не убрать вредные воздействия мужчин на органитом фактора. То есть если не восстановить кровоток в малом тазу, если не убрать интоксикационное влияние, то она может трансформироваться в рак. Кроме этого, предстательная железа находится вокруг мочеиспускательного канала, вокруг мочевого пузыря и шейки. И если эта ткань разрастается, она начинает давить на мочевой пузырь, на мочеиспускательный канал, и таким образом жидкость задерживается в организме. И это может вести, провоцировать, да, такая задержка мочи, может провоцировать ещё и заболевание почек, то есть мочекаменной болезни. Достойки мочи в лоханках и мочекаменной болезни. Тоже серьёзное осложнение. Рак простаты – это самое распространённое онкологическое заболевание у мужчин. Ткань иногда адреномы перерождается, иногда это бывает первичная злокачественная опухоль. И метастаты распространяются на органы малого таза, на близлежащие органы. И что, а чем опасна эта опухоль? Это происходит тем, что её симптоматика либо мимикрирует, да, похожа на симптоматику аденомы, либо вообще заболевание, особенно в начальных стадиях, течёт бессимптомно. И врачи уже приходят к диагнозу, да, тогда, когда у неё это запущенные стадии, и очень сложно чем-то помочь человеку. Ещё одна проблема мужчин, связанная с мочеполовой сферой – это эректильная дискульция. Более шести месяцев нет способности поддерживать эрекцию, достаточную для выполнения удовлетворительного полного акта, называется эректильной дискульцией. И опять по тем же печальным статистическим данным с этой проблемой хоть раз в своей жизни сталкивался каждый мужчина старше 20 лет. Делится эректильная дисфункция на две большие группы, большие и неравные. Это нарушение либидо и нарушение эрект. И если в нарушении либидо у нас виновата чаще всего эмоциональное состояние человека, это то, что мы называем стрессом, да, это чётко завязано на работу высшей нервной деятельности и нашей нервной системы, и частично ещё связано с уровнем тестостерона, то есть с возрастными или связанными с какими-то воздействиями, негативными снижениями уровня тестостерона в организме. То большая группа нарушений эрекции чаще всего связана с какими-то органическими заболеваниями мочи половой сферы. Это либо воспалительные заболевания, да, то, о чём мы говорили, инфекции, передающиеся половым путём, они чаще могут дать такие нарушения. Либо это органическая патология, связанная с нарушением кровотока и нарушением микроциркуляции, да, то есть это атеросклероз сосуда, системное нарушение кровотока, да, это сахарный диабет, когда у нас страдает микроциркуляция, вот, и в пожилом возрасте, конечно, все эти причины усиливаются. Как я сказала, группы очень неравные. И вот на слайде показан процент органической патологии, то есть 80% нарушений – это всё-таки органика. И только 20% – это психогенная сфера, связанная с депрессией, тревогой и стрессом. Среди органической патологии, сосудистая патология, сосудистые нарушения и диабет имеют ведущее место. Также могут быть какие-то медикаменты, которые человек принимает по показаниям, которые нарушают работу мочеполовой сферы. Ну, операции, травмы и гормональные нарушения уже меньший процент вносят в эту картину заболеваний. Для чего мы об этом говорим? Для того, чтобы понимать, что если это те самые 80% органической патологии, а их можно отличить просто следующим образом, то есть это всегда постепенное начало, это всегда системность, то есть уже однажды возникнув нарушение, лучше не остановится, становится либо так же, либо постепенное ухудшение. Это отсутствие ночных спонтанных эрекций при нормальном сохраненном липиде. И если у нас есть вот такие симптомы, то заниматься самолечением нет необходимости, и это даже опасно. Необходимо обращаться к врачам, чем быстрее, тем лучше, и искать, скорее всего, органическую проблему, может быть, это инфекции, и тогда это смотрят, либо уролог, либо андролог изучает, либо это какая-то системная патология, эндокринная, сахарный диабет, или сердечно-сосудистые заболевания, тогда терапевт у нас, эндокринолог занимается этим, и мы не занимаемся самолечением. В той же ситуации, когда это у нас 20% психологически, связанное с психологическим настроем, который всегда имеет внезапное начало и эпизодический характер. То есть, вот есть стресс, есть нарушение. Стресс ушел, нормализовалось психологическое состояние, стало лучше, восстановилась функция. Всегда сохранены ночные спонтанные эрекции. И в этой ситуации как раз и может помочь продукт, который разработан для поддержки мужского организма. И назван Акти Мэн, сильный мужчина. В состав продукта входят аминокислоты, энергетики и также экстракт, различные растительные экстракты. У которых, каждый из которых несет свою смысловую нагрузку. И давайте, как обычно, пройдемся по действующим веществам и посмотрим, какой смысл они несут в этом препарате. Аргинин. Аминокислота, которую мы с вами часто встречаем в наших продуктах. Посмотрите, какое большое количество эффектов. Это и гепатопротектор, и иммуномодулятор, и сосудистый протектор, и активатор регенерации. За счет чего? Во-первых, аргинин способен активировать синтез гормона роста. Гормон роста у нас отвечает за размножение и дифференцировку всех тканей. И в том числе здесь и, самое главное для нас, иммунная ткань. То есть здесь восстанавливается иммунный ответ, который мог быть разрушен так и токсикационными факторами, так и факторами болезни, так и факторами инфекции. Восстанавливается регенерация разрушенных тканей, усиливается, если это была операция или травма. Кроме того, аргинин мы уже с вами знаем, потому что он донор азота. Он часто встречается у нас в сосудистых препаратах, в препаратах сосудистой линейки. Аксид азота настолько важная для нас молекула, что в медицине она названа даже локальный тканевой гормон. Хотя это всего лишь из кислорода и азота состоящая молекула, маленькая, но ей присвоено такое вот гордое звание гормона. Гормона мы помним, это передатчик информации, это специальное биологическое вещество, которое синтезируется железами внутренней секреции. А это здесь внешнее вещество, которое попадает в наш организм с пищей, с аргинином. Но тем не менее, настолько важную информацию передает, какую? О расширении сосудов и снижении воспаления в эндотелиоцитах, то есть в клетках сосудов. То есть он обладает квазодилататорным эффектом и сосудопротекторным эффектом, противовоспалительным. Оксид азота защищает от спальма и защищает от воспаления. Улучшает микроциркуляцию, в том числе и в достойных органах, и в организме в целом, и защищает сосуды от воспалительного перерождения. Кроме того, аргинин участвует в выводе токсинов, шлаков из нашего организма. Он выводит из организма остаточный азот. И таким образом осуществляется его защитный детоксикационный и гепатопроцессорный эффект. Карнитин. Вещество, которое по праву называется энергетиком, или дающим нам энергию. В чем здесь дело? Самый простой и удобный способ получения энергии тех самых молекул АТФ для нас – это глюкоза, молекулы глюкозы. Но больше всего энергии, в принципе, организм может на энергию расщеплять все, что угодно, и аминокислоты, и жиры. И в жирах энергии заключено больше всего. Но взять ее отсюда организму достаточно сложно. Должен работать целый комплекс согласованных ферментов. И вот ключиком к этому комплексу, нормализатору этого комплекса, как раз является вот это вещество L-карнитин. Оно работает в так называемом цикле бета-окисления. И позволяет включаться жирным кислотам, это части жиров, в этот ферментативный каскад, когда в результате клетка получает энергию. То есть это вещество, которое мало того, что помогает клетке сжечь жиры, организму зачастую не очень нужное, но и включить эти жиры не просто сжечь, а включить их в процесс получения энергии. А мы помним с вами, что энергия, АТФ, это то, чем клетка расплачивается за любые пластические процессы. Если энергии нету, то и все процессы, и процессы восстановления, репарации, и процессы синтеза своих белков, и гормонов в том числе, и процессы иммунного ответа, они все снижаются, то есть организм живет в дефиците энергии. И вот карнитин за счет такой своей функции энергетической, он восстанавливает все эти процессы. Кроме того, он является и детоксикантом. Некоторые органические кислоты и ксенобиотики на второй фазе детоксикации, связанной с украцией с карнитином, и превращаются в нетоксичные продукты, и благополучно, безопасно выводятся из организма. То есть это также энергетик, иммуномодулятор и детоксикант. Что делают растительные экстракты? Два экстракта, два вещества, которые оказывают воздействие вот на этот самый дигидротестостерон, опасный тестостерон, который вызывает излишнюю пролитерацию клеток предстательной железы в мужском организме. Да, фитонциды и вещества, находящиеся в экстрактах, способны связываться с рецепторами на клетках мишени, на клетках предстательной железы, блокировать их и не давать дигидротестостерону связываться со своим рецептором, а соответственно осуществлять свою вот эту вот работу, заставляя клетки пролитерировать. Клетки не чувствуют его присутствия. Таким образом, это препятствует образованию аденомы, формированию гиперплазии. Кроме того, у экстрактов есть еще и противовоспалительное и противоотечное действие. За счет чего? Они ингибируют работу двух ферментов – циклооксигеназы и липооксигеназы. Это ферментов провоспалительных, то есть ферментов, которые иммунокомпетентные клетки вырабатывают в процессе воспаления, ответа на чужеродный агент. То есть снижают уровень воспаления, снижают отек, снижают проницаемость сосудистой стенки и таким образом восстанавливают микроциркуляцию в органе и в организме в целом, снижая сосудистый стат в малом тазу. То есть уменьшается отек, уменьшается воспаление и таким образом устраняются вот те самые симптомы компрессии, симптомы воздействия уже на мочевую часть мочеполовой системы, на мочевой сутырь, на уретру, улучшается динамика, улучшается выведение отток мочи, снимаются симптомы. Еще два экстракта – это муиропуама и эпимедиума. Два растения, которые считаются ярко выраженными афрозодиаками. Что это такое? Афрозодиаком считается вещество, которое стимулирует или усиливает половое влечение или половую активность. За счет чего действуют эти экстракты? За счет того, что оба экстракта обладают способностью стимулировать синтез тестостерона. Мягкого гормона, который отвечает за гибида и за половое влечение. Ну, кроме того, и нормализует работу мочеполовой системы, восстанавливает физиологические функции. Кроме того, мы говорили, что мы работаем, и мы можем что-то изменить в 20% случаев, когда это связано со стрессом. И вот эти экстракты, они также оказывают прямое воздействие на стрессорное состояние организма. То есть, обладают антидепрессантным и нейропротекторным действием, помогают пережить стресс, улучшают сон, снимают болевые симптомы, если они есть, нормализуют психологические состояния, убирают тревожность, беспокойство, да, появляется чувство спокойствия, удовлетворенности, уверенности в себе, что очень важно при психогенных нарушениях. Ну, и как мы с вами говорили, очень важно для работы мочеполовой сферы это процесс интоксикации, да, то есть все токсины, с которыми сталкивается мужской организм в окружающей среде, либо через экологию, либо через вредные привычки, либо производственные вредности, прежде всего они бьют по мочеполовой системе, именно как раз вот вызывая формирование этого дегидротестерона и так далее, запуская гиперплазия, представительные железы, нарушение функций семенников, нарушение синтеза токсостерона. И решить эту проблему можно за счет активной детоксикации. Способствует, как мы знаем с вами уже, активной детоксикации – это субстраты. Субстраты аминокислот, витаминов, микроэлементов, которые налаживают систему как внутриклеточной детоксикации, так и выведения. Кроме этого, они активизируют и репарацию, восстановление функций, если функция была нарушена, если клетки были разрушены, то активизируется воспроизведение, то есть размножение новых клеток и их дифференцировка. И вот кактус афрукция, он как раз является таким богатым источником различных нутриентов, которые могут помочь организму и стимулировать иммунитет, и стимулировать репарацию, и стимулировать синтез гормонов, нормализацию работы эндокринной системы, восстановление иммунного ответа, да, и детоксикацию. Кроме того, здесь же эти же вещества, они работают и на систему АТФ. Их можно назвать непрямыми энергетиками. То есть если л-карнитин – это прямой энергетик, он напрямую встраивается в систему окислительного фосфоливирования и активизирует синтез АТФ. То есть здесь это непрямые энергетики, которые за счет витамина, за счет аминокислот, да, активируют процессы сжигания жиров, формирование молекул АТФ. Славиноиды функции обладают еще и антиоксидантным действием. То есть те самые токсины, которые попадают в организм, они еще и запускают формирование свободно-радикального стресса. Мы помним, да, что такое свободные радикалы – это молекулы, которые утягивают электроны у других молекул и разрушают их, да, разрушают таким образом клетки. Так вот, биофлавиноиды, а функции, они еще и обладают мощным антиоксидантным эффектом, таким образом нейтрализуя вредное воздействие окружающей среды, вредных привычек, особенно никотина, особенно газа, вот, от машин, да, воздуха, которым дышат в больших городах люди, от заводов. Вот в этом случае обладают защитным эффектом. Еще одно незаменимое, незаменимый продукт для мужчин – это тыквенные селечки. Мало того, что эти селечки богаты очень своим составом, они богаты тем же аргинином, о значении которого мы с вами говорили, лутаминовой кислотой. В них очень много тыквенных элементов, это необходимо для работы мучеполовой сферы мужчин. Это и железо, и медь, и марганец, но особенно нам здесь важен этот цинк. О цинке мы с вами поговорим отдельно, и тыквенные селечки еще способны снижать превращение тестостерона вот в этот вот опасный дегидротестостерон, и таким образом сокращают риск заболеваний аденомой простаты и заболеваниям ракопроцесса. И они тоже, экстракт этих семян, также включен в препараты. И о цинке. Цинк считается на настоящий момент главным металлом мужского здоровья. Почему? Мужчинам его требуется в 6-8 раз больше, чем женщинам. Он оказывает влияние на вид половых желез и нормализует секрецию тестостерона и, как следствие, нормализует сперматогенез, то есть формирование спермы ухи. Препараты цинка зачастую используются как для профилактики, так и для лечения мужского бесплодия. Кроме этого, ученые недавно сделали открытие о том, что недостаток цинка в организме может провоцировать стремление человека к алкогольной интоксикации. И в то же время, если уровень цинка достаточен, то желание вот этой вот к алкогольной продукции, а также ее вредное воздействие на организм значительно снижается. Кроме того, цинк влияет и на общие метаболические процессы, которые также важны в организме человека. И вызывает вот ту соматику, да, которую мы говорили, это 80% соматических заболеваний, которые вызывают нарушение мочи половой стеры. То есть это атеросклероз, избыточный вес, и иммунодефициты, сосудистые заболевания. Цинк помогает работать в поджелудочной железе, стимулирует выработку инсулина, то есть нормализует уровень глюкозы в крови, он участвует в углеводном обмене, нормализует уровень холестерина в крови, и он необходим для работы практически на всех венях иммунного ответа. То есть при отсутствии цинка у нас наблюдается иммунодефицит, дефицит иммунного ответа. Когда появляется цинк в организме, иммунитет восстанавливается. Насколько он важен, цинк, для развития именно половой функции у мужчин, в цинке, в цинке наблюдалась задержка полового созревания у детей и подростков. То есть в возрастном состоянии это угнетение функции, иммунодефициты, нарушение эректильной дисфункции различной, а у детей, когда эта функция должна развиваться активно, она просто не развивается, и возникает задержка полового созревания. Вот насколько это важный элемент, важный микроэлемент металла для мужчин. Каковы будут результаты использования препарата? Ну, прежде всего, это работа с аденовой, да, с гиперплодией. Если это гиперплодия ранних стадий, а это как раз та гиперплодия, в которой нет симптоматики, которую мужчина не замечает, или замечает очень какими-то слабыми смазанными симптомами, вот на этом этапе можно восстановить функцию, можно приостановить гиперплодию, да, и уменьшить специфические симптомы за счет, помните, снижения отека, восстановления микроскоркуляции. Кроме того, если нарушено качество экулятора, да, если есть мужское бесплодие, то, опять-таки, если эти нарушения функциональные и не очень большие, то тоже здесь можно улучшить ситуацию. Восстановление гиперплодии и половой функции. Как мы говорили, если это связано со стрессом, со снижением уровня тестостерона, то как раз этот препарат может в этих ситуациях помочь. Кроме того, он стимулирует иммунитет у мужчин, а также он оказывает защитное гепатопротекторное действие, потому что мужской организм все-таки подвергается различным вредным воздействиям, как добровольно, так и прилудительно, все-таки гораздо чаще в окружающей среде мужчины и чаще страдают вредными привычками и чаще работают на вредных производствах. Вот в этой ситуации тоже стимуляция процесса детоксикации. Когда можно порекомендовать использовать этот препарат у мужчин? Когда возникает какая-то эректильная дисфункция, связанная вот с теми 20% психогенная либо возрастная. Если эта дисфункция связана с соматическим заболеванием, то необходимо обращаться к врачу, обязательно лечить основное заболевание, ну а этот препарат может быть только порекомендован как поддерживающий одобрение лечащего врача. Если есть снижение качества экуляции, как следствие мужское бесплодие, тоже можно включать его в схему. Если присутствуют воспалительные или гиперпластические процессы в предстательной железе, в случае воспалительных заболеваний это тоже вспомогательный препарат и основная там противовирусная, противобактериальная терапия, она должна обязательно проводиться. Просто этот препарат будет прикрывать, защищать мужские органы, улучшать восстановление, ускорять препарацию, восстановление функций. Ну и если есть вот жалобы такие, которые уже говорят о развитии аденомы первой и второй степени, нарушении мочеиспускания, какие-то гиперплазия на УЗИ была обнаружена, слабая, маленькая, то профилактически можно начинать применять этот препарат, не дожидаясь ситуации, когда уже гиперплазия будет сильной и перейдет либо в РАС, либо в такую сильную гиперплазию задержку мочи, что уже будет нуждаться в операции. То есть на начальных этапах операции можно избежать. Ну, уже вот в сложных случаях, конечно, уже необходимо вмешательство специалистов. Схема применения. Это по одной капсуле два раза в день, во время приема пищи, продолжительность применения один месяц. Профилактические курсы могут повторяться два-четыре раза в год. Усиленных схем как-то здесь не предполагается. Это все-таки профилактический и поддерживающий препарат.